добрый день с вами эндумер тенте революшн 23 уровень давайте уже потихоньку добивать этот тенте многострадали уже второй сезон предложки начался тенте все не добит и да я немножко решил изменить порядок так как все таки в моей личной персональной градации как предложка сезон 2 имеет побольше вес и приоритет поэтому она будет выходить по утрам а тенте революшн днем ну что ж поехали 23 уровень по-моему какой-то короткий там был вопреки ожиданиям учитывая что-то 23 уровень и прошлый уровень был довольно большой довольно обширный там не помню 200 чем-то монстров тут всего 79 что очень странно для меня три секреты и называется desolation то есть опустошение ну что ж посмотрим в чем она будет конкретно заключаться и проявляться что еще покажут нам здесь я напоминаю что это третий эпизод тенте революшн который предполагает собой от но я снова вижу атмосферу юси и это немножко конечно немножко меня удивляет хотя здесь есть какая-то вот эта пентаграмма или опять же больше похоже не знаю на какой-то на какой-то мигающий символ в общем как будто снова та же самая старая добрая история когда демоны куда ты поехал когда демоны а вторглись на юси базу в общем стали захватывать и все вот это в том же духе все вот такое прочее но все-таки хотелось больше бы ада видеть конечно почему адам так приняли ладно ладно спору нет хорошо согласен вот это уже больше похоже на ад вот тут вот на улице как-то все более адский хотя к чему к чему все здесь около теле около тентишна по-прежнему бедные патроны куда же вы делись а мне жизнь берсерк что ж ну тогда вообще прекрасно кушает кушает меня спектр это не очень хорошо очень своевременно подобрал берсерк потому что я уже хотел возмутиться отсутствием патронов как это обычно бывает умирать интересно интересно интригует захватывает впечатляет интересно что сейчас мне выдадут когда я возьму этот синий ключ конечно же просто так без боя он и не дастся и действительно интересно что уровень такой короткий и очень странно очень странно необычное для третьего эпизода так точно перемежение а юси и ада обычно третий эпизод это чистый ад чистый но здесь мы видим чистокровный заход второго эпизода проявляющийся в том что мы якобы находимся в юси который который захватил ад и вот-вот мы зайдем портал который в искомый ад нас и перенесет то есть больше к этому больше к этому относится больше на это похоже что вообще не свойственно для 23 уровня учитывая количество монстров мне кажется что а может быть получилось так что что-то напутали просто с порядком порядком карт ну странно реально странно видит такое на 23 мобслоте хотя карта прикольно прикольно музыка тоже прикольно подходящий какие-то опять колокольчики какие-то перезвоны так я взялся не ключ это хорошо конечно но я же там еще не все сделал не все проверил пойдемте посмотрим что тут осталось дадут ли мне побегать вон там но скорее всего потому что аптечка лежит вроде в спину мне никто пока что не накидывает с кем-то пытается инфайтиться как а демон или мне показалось он просто бесцельно летает ничего особо не делает занимается своими какими вещами странно действительно странно 79 монстров чувствую я какой-то подвох какой-то подвох как ни крути чувствуется может быть в конце будет там 5 киберов или что-то такое но очень уж странно натурально очень-очень холлайты бедные ходят в загоне никто не в силах их оттуда вытащить сразу двоих даже удалось убить одним выстрелом с ракетницы но все равно все равно выглядит довольно эстетично довольно симпатично все это выглядит потому что вот эти какие-то адские пещеры маленькая забавная пентаграмма попал попал таки по мне холлнайт снайперским просто выстрелом зацепил меня выдал мне хэдшот хотя был уже совершенно другой комнате действительно прикольно как-то приковывает мое внимание вот это крошечная такая пентаграмма вообще обычно такими пентаграммами маркируют телепорт и скорее всего должен был выскочить аршвау или что-то подобное но в последний момент решили что не надо и так сурово и так тяжело ну да относительно да относительно на самом деле тяжело уровень не то чтобы просто начинается и пока ты не приобретешь оружие пока не а поймешь как здесь что где какие монстры находятся принципе нелегко здесь перемещаться и двигаться так хорошо продолжается продолжается гуляния по по ух как плохо нечем нечем бить о спасибо гуляния по окрестностям и снаружи внутри этой базы снаружи полностью адской внутри полностью висичны такая вот сочетание может быть они скоопилировались такая коллаборация юси и ада что же вышло вполне себе неплохо кажется то что синяя дверь правильно синяя дверь позволяет побегать вон там он поэтому я думаю что именно туда сейчас и направлюсь после того как пособираю здесь и гудис и посмотрю что еще здесь осталось спит как а демон прикидывается будто я его не вижу такой скрытный секретный как а демона такой опа я есть я здесь вот ты вообще конечно неожиданный гость неожиданный товарищ притаил все за уголком охраняет синий шарик очень неплохая охрана который я принципе не совсем ожидал три секреты найду ли я хотя бы один из них опять же уровень довольно нелинейный на самом деле можно было пойти сюда вначале здесь тот же самый рокет лаунчер займе вот это секрет вот это я понимаю правда как бы было биться с арчвайлом поначалу учитывая что у меня был один кулак я не знаю интересно что здесь он решил применить текстуры именно классического тнт это больше нет тпт которые здесь практически повсеместно используются в общем человек явно выбивается интересно даже кто сделал эту карту узнаем через один язык монстров но маппер явно явно и нехило выделяется и выбивается из-за из когорта остальных мапперов и в принципе из всех других карт сделанных для этого мегавад патрончики не взял пригодятся здесь патронами туго но в принципе суровых монстров по всей видимости больше не ожидается потому что зал полон спектрами а вон хеллнайт какую-то вылез спектрами и всякими хит сканерами ну и судя по всему да за этим уровень сейчас закончится супер вышел коротенький по-прежнему решительно непонятно почему он такой а где же мне желтый ключ ты раздобыть и два монстра два таинственных монстра еще находится на этом уровне кто же это будет вот я говорю если будут кибер хотя бы один кибер из них будет будет прикольно потому что но какая-то идея какая-то изюминка какой-то смысл в этом будут иначе это просто короткий уровень который неизвестно абсолютно каким таким чудом и каким макаром попал на 23 мапсалон ну и судя по всему один монстр останется мной недобитым один монстр спрятали спрятавшийся в секрете или посмотрите настолько маленькие реально маленький уровень кстати сразу мне напоминает еще вот что заходы первого дума там тоже встречались и в третьем и четвертом эпизоде некоторые уровни которые были преступно маленькими с вот такие вот по размеру и с ограниченным количеством монстров вот очень сильно как-то это на на это отсылает но это далеко не первый думание когда никакой речи о первом думе не идет это все-таки тнт два секрета не нашел в одном из них находится оставшийся монстр кто бы он ни был я к сожалению узнать не могу джонс спейс сделал нет вполне себе рядовой маппер для этого мегалада который не одну карту сделал не в одной поучаствовал но что сподвигло его я не знаю очень короткая такая карта и необычная вполне ну ладно что поделать следующий уровень будет называться red room интересно что он был стилизован по-другому на интро интермейшн скрине там я была повернута в другую сторону и вообще по-другому выглядело но вот этот уровень уже будет конечно посерьезнее вот тут от сразу виден куча монстров все такое но это уже на следующий раз а если вам понравилось это видео то ставьте лайк подписан на канал нажимать на колокольчик и оставлять свои мнения в комментариях под этим видео также забегать телеграм-канал спасибо за то что посмотрели этот выпуск до встречи в следующих уровнях пока